Итак, приветствую вас дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами чудовищно сложный чемпионат одолели, просто на волоске были от проигрыша, но все-таки смогли с первой попытки одолеть чемпионат японских машин, правда на немцы одолели его, вот на этом прекрасном немцы, спасибо ему огромное, классная тачка, вот я не раз в прошлой серии говорил об этом, вот, ну и дальше идем по нашему плану, закончив чемпионат японских машин, мы заработали там японскую же машину Supra Denso, собственно вот она, и по плану у нас было на ней проехать чемпионат Gran Turismo All Stars. Вот, ну что же, берем ее, сейчас тогда мы давайте с вами сменим ей маслице перед заездом и зайдем еще в гараж, ну не в гараж, а в СТО. Посмотрим, что у нас за резина на ней стоит. Скорее всего, медиум, как и на этом, ЦЛК у нас стоял, но посмотрим. Да, стоит медиум, не знаю, я ее вообще не тестил, ничего, не знаю, как она себя ведет, как она работает с резиной, жрет она ее, не жрет. Поэтому давайте, наверное, пока медиум оставим, там у нас, как мы знаем, будет также сам 5 кругов. Если вдруг у нас сейчас будут на лагуне всякие проблемы, хотя нет, я только что придумал выход, давайте на всякий случай сразу, чтобы потом не выходить из чемпионата, если где-нибудь на середине у нас начнутся проблемы с резиной, на какой-нибудь страз. Давайте сразу купим ей медиум-хард. Так, а вот здесь мы сделаем ноу и не будем одевать. Но здесь спрашивают, хотите ли вы сразу одеть эти покрышки. Вот, мы их купим, они у нас будут лежать в боксах, если что, и если что, мы их применим. Так, смотрим, что она... Ух, четвертая стадия, блин, под тысячу лошадей, кошмарики, 970. Да, потенциал громаднейший, но мы ничего не трогаем. Вот. Фу. Блин. По прошлой серии у меня предчувствия к этому чемпионату тоже такие. Достаточно страшусь я все-таки. Хотя, если честно, давайте до начала этого чемпионата я свое мнение о нем выскажу, ну, а потом мы сравним с правдой, кажется ли это верным или нет. В общем, мне кажется, что этот чемпионат будет немножечко полегче на этой машине. Если бы мы здесь ехали на CLK, было бы сложнее все-таки. Потому что все-таки gt500, по-моему, они такие по... Ну, по ттх немножко чуть-чуть, но все-таки сильнее. Вот. Ну и посмотрим, что же. Так, давайте посмотрим, сколько нам... Да, здесь 25. Хотя, вот, судя, да, по деньгам и то, что тут гораздо больше денег дают, может быть, здесь и сложнее будет. Может, они чуть-чуть прокаченные будут больше. Хотя, сомневаюсь. Фух. Ну ладно. Все. А в бой. Да, у нас на лагуни секи серебро. Это, помните, мы CLK тестили в позапрошлой серии. Ой. Опять же, запасайтесь разными штуками съедобными. Серия будет такая же долгая, то есть по два часа. Так, я, сказав это, забыл, что я себе ничего не налил. Сейчас тогда небольшой перерывчик, который вы совсем не заметите. Пойду себе что-нибудь налил. Так, ну вот, я сходил на дозаправку, систему подачи воды, короче, настроил. Так, что у нас тут в соперниках? NSX, Calibra, Touring Car, ну, даже раллийный аппарат, Evolution 6, Pinzoil, Impreza. В общем, в этот раз намешали тут вообще много всякого. И раллийные агрегаты, и Touring, и GT500, да? Ну что же, посмотрим. Мэн NSX, как мы знаем, что-то сливается. Наверное, будут основные соперники. Вот, Pinzoil, наверное, и Calibra. Ставлю на них, но хрен его знает. Так, а, нам же надо зайти и выключить помощники. Да, я говорю, я Супру даже не тестил, поэтому я понятия не имею, блин, как она себя ведёт. Ну вот, сейчас, по ходу дела, ещё придётся привыкать. Всё-таки, наверное, надо было проехать такой какой-нибудь тестовый заездик перед записью. Ну что же, в бой. Квалификацию мы также не будем ездить, потому что... Потому что мы до утра тогда будем ездить. Ну всё, погнали. Так, ну стартует, по крайней мере, увереннее, чем ЦЛК. Эх, не глянули мы, сколько у нас лошадей после замены масла. Так. Сейчас самый главный для меня вопрос, это как она, блин, с резиной работает. Будем ли мы вынуждены страдать на последних кругах, либо всё будет неплохо. Ну, по крайней мере, звук мотора у неё поагрессивнее, чем у ЦЛК. Да, как я и говорил под прошлым видео, там написали мне, ну не то, что мои ошибки, а просто как оно есть и было в реальности. В принципе, действительно, ну мы и сами это с вами видели, классы ДТМ и GT500 достаточно сильно похожи, но различия, конечно, всё-таки есть. Самое главное, это то, что... Ай, класс GT500, это гонки на выносливость, ну вообще гран-туризмы. И там тоже есть смена водителей по ходу дистанции, а ДТМ-овские гонки, это, в принципе, достаточно короткие дистанции. Но, тем не менее, технически они достаточно сильно похожи. Оказывается, были уже кросспойнты и в GT500 участвовали когда-то немцы, ну тот же Mercedes, но с особой славой не снискал, участники были. Поэтому побарахтались там немного, не разобрались в теме и ушли. Так же, как и ДТМ участвовал в гонках на выносливость, и даже в 2003 году, оказывается, Астра выиграла гонку 24-часовую на Нюрнбург-Ринге. Тихо, тихо, блин, пытается меня развернуть и в итоге сам ушёл. Но я сейчас не думал, что наоборот, класс GT500 ближе к прототипам, но спасибо Алексу Вульфу, это вот всё он мне написал, А оказывается, нет, GT500, по крайней мере, вот в эти времена, в те, и в эти, которые мы сейчас наблюдаем, GT500 был ближе к серийным машинам, а ДТМ как бы больше тяготел к прототипам. Хотя, если сейчас вот внешне посмотреть на то, что там в ДТМе творится, и в GT500 так, по-моему... Но опять же, это то, что было тогда. Может, сейчас расстановка силы изменилась, но по мне так GT500 ближе к прототипам. Ну, я так и думал, собственно говоря. Так, ну вот, это что касается как раз противостояния этих классов. Но тут у нас расширилось противостояние, и тут ещё и раллийные агрегаты появились. У нас соперничают сейчас. И смотрите-ка, NSX-то тащит, в общем-то, без супры, ну, в качестве соперника, если нашу супру не брать, вообще затащил. Молодец, я за тебя прямо рад, чувак. Так, с резиной что у нас творится? Пока что ещё зелёненькая, вполне себе. Так. Тут гораздо больше разброс, по крайней мере, на лагуне Секе. Прям, ну, тут и разноклассица, если позволите мне это выражение. Машин гораздо больше у нас, поэтому и отставания, я чувствую, будут здесь гораздо более серьёзные. С NSX-ом будет приятно, с одной стороны, соперничать. Приятно, что он опять в силе. Но в то же время и как-то... Эх, кошки скребутся. NSX должен побеждать. Так, ну, лагуну Секу, по крайней мере, тащим пока что достаточно легко и уверенно. Но у нас и в прошлом чемпионате с вами тоже вначале особых проблем-то не было. Выигрывали гонки. А потом... Там, видать, и усталость сказалась, конечно, два часа, считай. Без перерыва практически. Да не практически, а без перерыва. Блин, ну чё там за мутанты-то сверху? Блин, я надеюсь, вы этого не слышите. Там сверху у нас соседи. И у них двое маленьких детей. И они иногда так топочут. Что уж прям... Как будто внутри черепа они у тебя там долбят. Чё там можно делать, я хрен его знаю. За весь день не наигрались. Мутанты. Так. Ну что? А, четвёртый, хотел сказать, четвёртый круг. Пятый. Резина вообще в порядке. Я рад, что на медиуме тащим. Но ничего. Мы не зря прикупили... Как он там называется? Медиум хард, по-моему. Потому что, как мы поняли, абразивность везде разная. И тут будет у нас опять же Гранд Волли. И Гранд Волли, по-моему, он самый абразивный из всех. Потому что только на Гранд Волли у нас были проблемы с износа стойкостью. Причём даже в медиум харда от СЛК. Понятно, что машина по-другому работает с резиной та, но тем не менее, абразивность всё равно там будет выше асфальта. Вы знаете, я скажу, что я рад, что получилась такая на разогреве лёгкая победа. Не хотелось бы с самого начала столкнуться. Ух ты, а калибра, гляньте, даже пензойл уделала. Да, два ролейных агрегата... Чё-то здесь совсем не тащит. НС-Х, да, НС-Х молодец. Более или менее держался. Ладно, идём дальше. Иллюзий никаких абсолютно не питаем. Но радуемся тому, что получилось легко выиграть. Супра прошла проверку боя. Отлично просто. Такая прям машина тоже очень стабильная. Мне нравится. Она даже по сравнению с Мерседесом чуть лучше поворачивает. Хотя у неё из этого чуть более ярко выражена. Ну, точнее, не то, что чуть более ярко выражена, а есть избыточная поворачиваемость. То есть она склонна всё-таки к самообгону, скажем так, заднего моста, передним. Так, чё это у нас такое? Это у нас Дип Форест в обратку. Вот здесь уже могут появиться проблемы. Ладно, погнали. Тут ещё чё хорошо, это NSX то, что стартует первым. У него из этого Фора. Так, ну и стартовать попроще всё-таки на Супре. Хотя на Мерсе была резина жёстче. Может, поэтому и буксовал. Ай-яй-яй-яй-яй. О чём я и говорю. Склонна она всё-таки к заносу. Так, Лансер, давай ты меня быстренько пропустишь. Ты всё равно в Лиге Б участвуешь. Вон с Импрезой и будете биться там. Так, опа. Кто это там у нас с борьбой NSX навязал? А, Калибра. Калибра прямо очень близко к нему держится. Смотрите-ка. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, спокойно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда это мы заехали? Ух, прикольно. Искры так высекают. А, вот ещё чё. О чём я хотел с вами немножко поговорить. Я уже после того, как прошлую серию записал, чё-то так призадумался. И вы знаете, чё я осознал? То, что в третьей части Гран-Туризма нету трассы Хай-Спид Ринг. Это, чё-то, когда я до этого допёр, я настолько поразился, что... Почему я, во-первых, раньше этого не заметил? Ну, настолько, как бы, это... Настолько привычная уже, что ли, трасса для Гран-Туризма, что ты не задумываешься, что её может и... Блин! Что её может и не быть. И как-то... В мозгу по этому... На этот счёт даже как-то и... Не работает думалка. А тут просто чё-то как-то... Не знаю, почему у неё вообще эта мысль пришла. Как? Просто вот так. Как щелчок, знаете. Ну, как обычно это и бывает. Думаю, вот это да. А мы думаем, что все оригинальные трассы, они, типа... Всегда есть. Понятно, что R-11 оригинальная трасса, и она есть только в первой и третьей частях. И то в изменённой конфигурации. Оба-на! NSX, тихо, тихо. Спокойно, парень. Спокойно. Тихо, 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 тихо. Воу, вот ты где. Хотя, я вот сейчас вам про... Опять же, про High Speed Ring сказал, и что-то тут так подумал, что... Мы же уже сто лет начальные чемпионаты сто лет назад проходили. Может, я просто забыл? И она не встречается здесь? Я просто реально, ребят, не помню. Ну, то есть, серьёзно. Лигу первую, там, да, Beginner, мы же начали проходить ещё больше года назад. И я не помню, серьёзно. Сейчас вот что-то... Может быть, там и был где-то High Speed Ring. Может быть. Но я уже этого не помню. Но мне что-то сейчас вот, да, стрельнула такая мысль. Когда... И я уверен, что её нет. Был уверен. Чтобы это проверить, не знаю. Это надо в аркадный режим, наверное, зайти. Там она должна быть, если она есть. Так. Обошли всё-таки NSX. Теперь надо оторваться, закрепить успех. На гоночной машине, кстати, вот эта связка проще проходится. Вот там, где... На входе в туннель, да? Там этот правый поворот, потом чуть-чуть трасса изгибается, и надо влево уже начинать тормозить. На гоночной машине почему она проще? Потому что проще на ней перестроиться. Она гораздо более отзывчива к управлению, и там как бы успеваешь перед началом торможения поставить машину прямо, и её уже так не несёт. Кошмар, насколько растягивается, пелетон на полтрассы уже растянулись. Хотя у нас ещё это не гонки на выносливость. Да, и меня тут ещё тоже один из подписчиков обрадовал. Рокс. Спасибо тебе, товарищ, что типа, мол... Ну, то, что это не самый сложный чемпионат, понятно, у нас это лига ещё даже непрофессиональная идёт. Но, оказывается, будет чемпионат в Полифоне Диджитал. Ну, дальше-то понятно, он во всех частях есть, этот чемпионат. Но впервые, получается, он появляется здесь у нас, в третьей части. И, по сути, это эквивалент чемпионата Нормал. Если вы помните, когда мы первую часть с вами проходили, был там такой чемпионат, где используются абсолютно стоковые машины, там нельзя их прокачивать. И он в первой части, ну, наверное, самый сложный, либо на втором месте после Темда. Вот. И тут, в принципе, то же самое. Только тут он ещё будет вширь, тоже разросся 10 трасс будет там. И куча кругов там. Ну, то есть там кошмар, я не знаю, как мы его будем с вами проходить. Ну ладно, не суть. Наберёмся, когда будем уже думать. Так. В итоге, вторая трасса и очередная победа. Хотя за Дипфорест я немножечко переживал. Ну, зато мы что имеем? То, что у нас абсолютно точно уже один соперник будет, это НСХ. Остальные вот калибра она не смогла поддержать. Тот же темп. подсдулась. Вот. И... С одной стороны, это плохо, конечно, когда один соперник никто друг у друга очков не отбирает. И чисто он нас будет преследовать. Но зато знаем с кем бороться. Так. Ну что же, следующая гонка, третья. Так. Это что у нас? Не пойму. Мидфилд, да? Мидфилд, рейсвей. Поехали. Здесь, я надеюсь, мы тоже победим. Это должна быть наша трасса. ой, вообще шикарно стартанули. Вы гляньте, вообще без букса и достаточно быстро. Замечательно просто. Пока что резина мне нравится, как она себя ведет. Супра, видимо, гораздо экономнее даже резину расходует, потому что у нас на одну ступень резина сейчас мягче, чем была на Мерседесе. И у нас проблем вообще не было. То есть она даже не оранжевеет. Я так думаю, что можно было резину даже еще мягче, может быть, взять. Хотя я смотрю, что незачем. Мы и так справляемся, в принципе. Пока, по крайней мере. да, еще приятная новость, то, что в этом чемпионате не все машины дорожные дают, просто тут есть тоже вот этот вот элемент рулетки. и мы можем выиграть как гоночную. Ну, могут дать здесь гоночную, а могут и дорожку дать. Поэтому будем, конечно, надеяться, что дадут какой-нибудь гоночный агрегат. вот смотрите, в начале гонки калибра она там сражается с NSX, причем очень плотно наседает на него и прям показывает, что она быстрее не он. Ну, может быть, она сжирает резину быстрее. Может, это специфика именно класса GT500 так работать с резиной, потому что у NSX тоже, видимо, никаких проблем с резиной не возникает и он потом отрывается от нее. И потом калибру даже, в принципе, вот в прошлой гонке пензоэл обошел тоже из класса GT500. А у калибра может с этим проблемы некие возникают. А может и нет. Так, пока хоть держится близко толпой. Может, кто-то и сможет немножко NSX очков отобрать. Нам это кстати будет. Если у него кто-то сможет лишние очки отгрызть. 1.13. Вот я, к сожалению, времен не помню, которые мы на Мерседесе показывали. Хотя это достаточно интересно. мне кажется, что времена на Супре даже не на чуть-чуть быстрее. Все-таки Супра она ну так заметно достаточно шустрее Мерседеса. так пока опа калибра вышла на второе место отлично ай засмотрелся обрадовался дожала до дожала таки Это, конечно, пока только третья гонка, но загадываются мысли такие, что что-то Супра это прям тащит чемпионат без вообще особых напрягов. Ну, собственно, Пинзойл на второй вышел. Вот это, да? У тебя там у них замес идет. Вообще отлично. Я-то вам перед началом чемпионата специально свое мнение сказал. И пока, по крайней мере, оно подтверждается, что на Супре мы здесь гораздо увереннее идем, нежели это было бы здесь на Мерседесе. После этого чемпионата нам останется еще два в этой лиге. Это Гран-Туризма... Так, подожди. А, World Championship Гран-Туризма, мировой чемпионат. Опа, NSX снова второй. Так, затрындился. Вот и все, отрыва нету. Так, снова, смотрите-ка, Пинзойл вышел. Варьба просто там наколена до предела. Пацаны рубятся. В общем, для мирового чемпионата у нас все, в принципе, есть. А вот для последнего, Dream Car Championship там, у нас еще надо будет лицензию даже пройти. То есть... Ну, можно либо в следующей прям серии сделать прохождение лицензии, либо... пройти все-таки мировой чемпионат сначала, а потом пройти лицензию на International. Плюс нам надо еще ролейные богомерзкие чемпионаты добивать. Там... Их еще достаточно много. Три, по-моему. Так, во, гляньте, Пинзойл все-таки сдержал NSX-а позади. Молодец, красавчик. Лишние очки отобрал. Так, у нас уже задел очень неплохой. Хотя... Это всего только третья гонка. И как раз следующая, по-моему, будет городской. Блин, как классно. По 25 косарей дают. Смотрите, уже почти 600 тысяч. Просто отлично. Так, дальше у нас, по-моему, сейчас Рим должен быть. Что-то мне так кажется. Ага, нифига не Рим. Тест-курс. Вот, вот это вот... Классная трасса. Вот здесь мы и посмотрим. Кто мощнее? А то этот суперспидвей, который был в предыдущем чемпионате, он не давал ничего. Никакой картины, ясности не давал. А здесь, да. Посмотрим сейчас. Эх, надо было еще в настройки, наверное, зайти. Что-то я пообрезговал. Блин. Надо было поднастроить. Ага, ну хорошо, что хоть шестая передача у нас есть. А то я что-то переживал. Так, трое впереди. Ну да, вот трое все как раз там и валят. И что-то они прям валят так, что... Ого-го. Ничего себе. И мы их не догоняем. Вообще не догоняем. Сейчас на отсечках еще посмотрим, конечно. Там калибра получается. Пензойл и NSX. 4.2 NSX лидирует. Да ладно. Что, мы даже 300 не наберем? Супра, ты что? Сейчас, если меня еще ролиные аппараты догонят, это будет вообще зашквар. Ууууу. Вот он расклад по мощности, ребята. По чистой мощи они, видимо, круче. Ну, может, у них еще, конечно, настройки более подходящие под тест-курс. Черт его знает. Так, если вот тут поехать. Было 4.2, да? 5.5 практически. Ооо. 5.6 тут же. 5.7. Короче, да, уезжают. Зоял вышел вперед. Я не помню, на чем мы тогда на тест-курсе ехали. Тоже в каком-то из чемпионатов. Ну, на какой-то еще негоночной машине. Просто на затюненной. Так мы и выше 300 километров разгонялись. Блин, с кем мы боролись-то? Перезаездов еще было много. А как бы немерен это был-то, да? ЦЛК 55-й. На нем вроде бы. И даже он, блин. Там, по-моему, максималка у нас 310 была. Да. И главное, раллиные-то аппараты не отстают. Не так, как вначале под отстали, но на одном расстоянии. И вот от нас, примерно. Не знаю, тут еще же на гоночных машинах аэродинамический обвес уже влияет. То есть надо было там выкрутить на минимум прижимную силу. Может, это еще тормозит на прямых. Блин, еще и гонка такая длиннющая. 5 кругов по 2 с лишним минуты. Ааа, 7 и 7. Кошмар. NSX опять лидирует. Ну вот, сейчас и отыграет он, если приедет первым. А пока он лидирует. Отыграет. Сколько он? 6 очков сразу. А, 7 даже. Блин. А там дальше пойдут опять эти гонки городские. Ой, блин. Мне уже плохо становится. Так, и он, он еще и вперед, да, вырвался. Все, его уже никто не атакует. Все. Что-то сдулись. Калибра с пензойлом, походу. Некому там очки у него отбирать. Ну вы же там в Слипстриме у него идете. Че вы, блин, вдвоем тем более. Постарались бы догнать. Что-то, по-моему, меня еще и эти начинают потихо поджимать. Товарищи. Ролисты. Ролисты там вообще, наверное, в шоке едут. Того, куда они попали. А, круговая трасса, что за ерунда, овал. Как мы вообще сюда заехали? Так, ну мы вроде бы чуть-чуть догоняем этих двух кадров. Вот че. Ха, точно. Есть маленько. NSX-то, да, продолжает отрываться. А вот эти два чудика чуть-чуть сдают. По-моему. По крайней мере, они раньше рядом с NSX-ом ехали. Там в пределах шести секунд отрывку. Сейчас. Нам еще сколько? Два круга ехать. Семь и две. NSX-то, кстати, перестал отрываться. Семь и одна. Ух ты. Да ладно. По-моему, даже если резина у тебя сядет в шесть и девять. Ух ты. Че это с ним? Подсел че-то. Блин, вот серьезно. Могли бы они на тест-курсе хотя бы деревьев понатыкать. Тут вот эта езда вроде скорости громаднейшей. 300 км, блин, да? А она вообще не ощущается. И тут прям уснуть можно, пока едешь. Трасса-то че? Влево себе по чуть-чуть жми, да и едь. То есть никакого даже упора у машины нет. Она елозит, как-то. Не знаю. А так хоть бы это. Что-то мелькало. В туннеле огоньки мелькают. Хорошо. Я это понимаю. Я каждый раз это говорю, когда мы ездим по тест-курсу. Но, во-первых, не так часто по нему ездим. Во-вторых, ну, это печальненько чуть-чуть. Тут вроде есть деревья, но дальше у нас наклон трассы увеличивается, и они исчезают. Надо было им прям вот за бетонным вот этим вот забором что-то поставить. Такой вот, типа, вот этих столбов. Сетку хотя бы ту же заградительную. И то уже было бы веселее. Вот как слева хотя бы идет забор какой-то. Так, четвертый круг. Ну, еще подогнали. Ну, блин, что-то как-то это... Даже слипстрима еще не ощущается. 6,5. Даже NSX продолжает потихо издавать. Может, он машину бережет? 6,5, да. Тихонечко сдает. Видите, там аж бок о бок вот идут вдвоем. Я уж смотрю, какой поворот подряд. Вообще непонятно, кто из них там круче. Пинзойл или Калибра. Ну, вот они, видать, и мешают друг другу. Еще чуть-чуть к ним приблизились. Такое впечатление, что мы напрямую маленько отстаем, а в поворотах нагоняем. Хотя, может, это визуальный обман. Поворот-то все-таки закругляется. И, эх, слипстрима бы зацепить у них. Начать уже, в конце концов, приближаться. Давай! Не, 294 всего больше не идет. 295. О! Мне нравится тест-курс. Мне нравится, что они его вот таким длинным сделали. Здесь прикольно теститься на максималку. Гораздо у мать не стало. Но, блин, гонки тут, конечно, такие усыпляют прям. Двигатель работает постоянно на максимальных оборотах. Тоже усыпляет это монотонное его ревение. Так, все, да? Ну, 6,5 в итоге. Так и проиграли. Пинзойл калибра. Ну что, 7 очков он отгрыз у нас. Зараза такая. Мне прям интересно, если бы мы хотя бы прижимную силу в ноль убрали, что-нибудь бы изменилось. Там нам надо было-то еще вот каких-то как раз там километров 10 в час, и мы бы уже смогли с ними на равных сражаться. 33 на 26. Да, половину преимущества растаяло. Честно, не очень я ожидал такого расклада. Так, ну что же. Пятая гонка. Срединная. Сейчас посмотрим. Полчемпионата, где мы закончим. И, по-моему, Рим. По-моему, Рим. Нет. Так, это что? Эприкат Хилл. Эприкат Хилл в обратку. О, ну вот тут можно отыграться у него. Фух. Так, начинают маленько плечи уставать. Эприкат Хилл Рейсвей. В обраточку. Ну, погнали. С буксом, со шлейфом. Так, да. Ролейных, короче, аппаратов сразу проходим. Нет у них шансов никаких. Ну, как он пинзойл обошел. Ммм. Хорошо он так напрямой выдал. выдал. Дали бы пинзойл. Я бы прям рад был бы. Кстати. Тоже мне штукенция это нравится. Ну, а лучше, конечно, в чем вы думали. Если NSX тут выдадут, вообще будет супер. тогда вопрос, на чем ехать в World Championship будет снят. Воу, ты что это так перетормаживаешься? Блин, я аж испугался. В обратку трассы все равно они это как-то у меня больше сложностей вызывают. так, ну что, пацаны, пора вас это делать. Ай-яй-яй-яй, да блин, что ты будешь делать? В этом повороте все меня внутрь тянет. Так, калибра уже подсела. Сарян. Ох, как я ее выбил. Некрасиво получилось, конечно. Что делать? То, что не запрещено, то разрешено. Так, NSX, ты опять отрываешься от всех. Спокойно. Пинзоэла скинули. Тихо, 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 тихо. Я говорю, блин, и Прикат Хилл такая трасса вроде бы подходит, все нормально, но все время тут какие-то эти возникают. Мелкий. Да ладно, во, калибра поехала на пидстоп. Я говорю, она не держит импреза, ралейный агрегат, вот это, да. Что у них настолько плохо все с резиной? Ничего себе. Ну, все, ребята, у вас тогда вообще без шансов. Да не, у нас резина все нормально, четвертый круг, она еще едва желтенькая. так, 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 NSX, блин, вроде совсем не вот рукой дотянуться можно, но что-то не хватает. кстати, супра поребриков так не боится, как Mercedes. Увереннее на них себя чувствует. Вот еще отличие какое. Блин, надо дрюкать NSX. Это нехорошо, если он сейчас еще, блин, 4 очка у нас отыграет. там прям подряд же потом пойдут эти городские трассы. Ох, ты что тут дотормаживаешь на выходе, нифига ты, какую роскошь себе позволяешь. тихо, 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 тихо. Ох, сейчас было опасно, чуть не развернуло, еще и он в жопу дал. Так, держимся, держимся. Сейчас участок будет нехороший, слепой. Вот это да, отлично Фу, на последнем круге уделали Нормально Так, это сейчас у нас снова там К 10 очкам разница, пойдет А то это совсем реально было печально Если бы мы здесь ему слили У меня прям настроение бы ухудшилось сильно Смотрите-ка, на пидстоп заехав даже Они не так много проиграли Интересно Еще бы кружок И может быть даже бы Что-то и смогли отыграть Но, значит, наше предположение было верным Что калибра, у нее проблемы с износом резины Вся она тут А у нас, кстати, смотрите Передняя левая, вон, пооранжевела Пусть тут износ был повыше немножко Так, сколько у нас тут 11 очков преимущества Ну, такое Более или менее Хотя тоже Все может быть Так, ну что же Вот и середина чемпионата Благо мы лидируем Смогли даже Эту гоночку одолеть И выиграть Вот Но вторая половина чемпионата Будет сложнее И по трассам Однозначно Вторая половина сложнее Получается, блин На всю вторую половину придутся Ой, все городские автодромы Это плохо Вот Ну и усталость Тоже о себе будет давать знать Ну что же Погнали Погнали Что у нас там шестое Вот шестой Значит и будет Рим Да Не пойму По-моему в обратку даже Ой, в обратку Если это Прям вообще Пали вон Да В обратку Ладно Едем Надо, конечно Постараться Выиграть Но если не получится То Стараться просто Минимизировать Потери Главное Главное Чтобы эти товарищи Еще тут не запинали Блин Что так отстали Надо у NSX Отбирать очки Вы че Ай У NSX Не у меня Ай 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 Давай Пинзойл У меня У меня ведь Как получается Если я Если я Выигрываю То в основном Мой соперник Приезжает Вторым Позади меня А вот Если я Проигрываю То я Блин В основном Проигрываю Не только ему Но и еще кому-то То есть Я обычно Тогда еду Тотально плохо И сливаю Еще Нескольким Чувакам А он Обычно Соперник При этом Выигрывает Поэтому Несколько побед Сразу же Нивелируются Одной Плохой Гонкой Ну или практически Нивелируются Поэтому Блин Собственно Поэтому я и пытаюсь Везде взять Где можно Максимум очков И желательно Чтобы у NSX Еще и кто-нибудь Прошел Потому что Стоит мне где-то Оступиться И это Гораздо Более большего Мне будет стоить Чем просто Проигрыш Ему Основному Сопернику Опа 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 Блин Чуть не потерял Повело Тихо 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 Эх В жопец ему Въехал Ой нахрен Эти поребрики Блин Неужели Я лидирую В Риме Да еще и В обратку Блин Вы не представляете Какое Сейчас Напряг Вообще Жесткий Просто Собака Не-не-не-не-не Это мой Поворот Есть Чуть-чуть Сбросили Хорошо Как все-таки Даже Здесь В Риме Гораздо Больше Ну вы Сами Можете Это Видеть Гораздо Больше Чувствуется Скорость Хотя Здесь Скорости Гораздо Меньше Чем На Тест Курсе Пинзол Пинзол Давай Давай Красавец Давай На второе Место Молодец Давай Шикарно Есть Обошел Красавчик Просто Молодец Теперь Удержи Удержи Два Кружка Только Меня Не надо Догонять О Здесь Можно Уходить Скорость А Блин Здесь Ошибся Черт Из-за Того Что Так Близко Расположены Объекты Вообще Тут Шикарно Скорость Чувствуется На 100 Блин 50 Едешь Уже Круто Молодец Держится Держится Красавчик Ты мой Желтенький Птенчик Продержись Ай-яй-яй Закосячил Блин Когда это Жужжит Сзади Кажется Что он Гораздо Ближе Чем На самом Деле Есть Потому Что Жужжит Прям Кажется Вот 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 Уже Тут В Диффузоре Молодец Молодец Красавец Держись Мы тоже Держимся Из последних Сил Давай 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 Не сдавайся Что-то Там NSX Очень Близко К нему Есть Желтяк Второй Пока Второй Отлично Это ж Надо Мы на его Территории Сейчас У него У него Очки Отберем Да Какие Очки Солнцезащитные Ох ты На последнем Круге Лучший Круг Вот это Да Прям Ух Я за Эту Гонку Переживал Огонь Огонь Молодец Молодец Пинзольчик Пинзоилчик Не зря Мне тоже Эта тачка Нравится Ух Да Вот такие Гонки Доставляют Конечно Прикольно Пятьдесят Три На Тридцать Шесть А Хорошо Хорошо Это вам Уже Не здесь Тут вам Не здесь Главное Что мы Отвоевали Там очки Где я Рассчитывал Что Ну Минимизировать Потери Мы еще И увеличили Да еще И как Отлично Ну Вот Вторая Половина Чемпионата Началась Очень Водушевляющей И Многообещающей С победы На территории Врага Ну Ладно Впереди Еще У нас Целых Четыре Гонки И Гонки Надо сказать Очень Непростых Поэтому Расслабляться Все равно Рано Преимущество Конечно Хорошее Сколько там 17 очков Но Это не предел Тем более У нас На очереди Сиэтл Так Прямо Или в обратку А Ну Хотя бы Вроде бы Прямо Да Прямо Очередная Блин Потная Битва Нас ждет Ну Все Бросаемся В нее Что же Пинзойл Сейчас Конечно Конкретно Помог Красавчик Тебе Тебе Сиэтл 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 Че, в городе решила все-таки повоевать в какие-то веки. Оу, поздно начал тормозить. Тихо, тихо. Йо, тихо там. NSX. Нифигасе, уже почти 5 секунд. А еще и полкруга не проехали. Так, ребята, роллисты. Посторонись. Да что ты будешь делать-то, а? Что за начало гонки, идиотская. Что-то у меня болтает. Ваньку, встань, блин. Солтай, болтаем. Оу, 6,8. Нихрена себе. Они все там гурьбой уезжают. Так, лансер. Будь добр. Да что ты, блин. Тихо, тихо, тихо. Так, надо вот от этих товарищей оторваться. Чего-то они меня напрягают. Да ё-моё, как же там подкидывают-то. Нихрена себе. Не думал, не гадал я. На гоночной машине-то мы тут еще ни разу не ездили. Подвески-то в разы жестче. Подшвыривает, дай бог. Кошмар, 9 секунд. Ужас просто. Да блин, вот эти вот мелкие ошибки. Блин, я тут чертову группу даже догнать не могу. Да ты че с тобой происходит-то? Успокойся, нахрен. Ну тут дело не в машине. Блин. Супра позволяет бороться за победу на любой трассе. Это просто. Я туплю. Блин, мне бы хотя бы этих догнать, товарищи. Ладно, уже не до NSX. Там, тем более, вон, кто это, калибр отстала, наверное. Опять. Так смачно. Да ты че? Блин, тварина. Где, где четкость в пальцах-то, ё-моё? Капец, блин. С ролистами сражаемся. Блин, бесят вот эти мелкие ошибки, которые приводят просто к катастрофическому отставанию. Что вообще ничего не удается сделать. Постоянно где-то или что-то заденешь, или вылетишь куда-то, зацепишь, блин. Не то, что ни одного круга чистого. Сектора ни одного чистого еще ни разу не проехал. Кошмар, вы... Охренеть, вот это отставание. Просто жесть. Блин, даже от третьего. 16 секунд, блин. Так, ну, блин, надо просто хотя бы круг для приличия, хоть один чистый проехать. Посмотреть, как это. Одна тридцать шесть пока лучше. Одна тридцать пять девять, охренеть. Так, надо постараться вот этот круг хотя бы. Чисто, ага, проехать. В Сиэтле это невозможно. Когда за рулем скудер сидит. Пинзойл вышел вперед. Отлично, отлично. Чувак, продержись, продержись там. Вот кто там борется за нас-то. Калибра, да? Да, это Калибра. Ну, впереди имя идет. На третьем месте. Все равно эту сволочь оторв... Блин, вперед вышел, да? Урод. Опять вперед вышел. Блин, не победил. Ужас, ужас. Кошмар. Вот, Сиэтла не было в прошлом чемпионате. Эх, Пинзойл. Ну, сделал все, что мог, да? Семнадцать секунд. Кошмар. Просто слив. А следующая, по-моему... Так, да какая была шестая? Седьмая гонка. Сейчас, по-моему, Р-11. Ой. По-моему. Так, пятьдесят шесть на сорок шесть. Десять очков. Осталось. Ой. Ужасная гонка. Одна из худших просто. Да, Р-11. У-у-у. Ой, блин. Затекать начинаю. Фу. Ладно, поехали. Потеют ручки-то, потеют. Надо перчатки одевать гоночные. О! Хорошо. Хороший старт. Это уже залог. Половина успеха. У-у-у. О! А-а-а! Это-да-да-да-да-да-да-да. Так, блин, нельзя, нельзя ему давать отрываться. Так, блин, нельзя, нельзя ему давать отрываться. Ничего себе напрямую уезжает. Не, ну они на тест-курсе доказали, что они по мощности нас чуть-чуть превосходят. Так-то. Ух ты, блин. У-у-у, блин. Короче, у меня реально жёсткие проблемы с городскими трассами. Лансер тут даже сражается. Поле или менее, да? 5.3, уезжает. Уезжает же собака, уезжает. Пинзойл, миленький, дорогой, давай ты там прибавишь. Хотя бы ты отбери у него очочки. Я знаю, ты можешь. Вот, втыкаться не надо. Так, блин, и калибр отстал. Короче, всё, нет у него соперников здесь. Тихо, 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 тихо. Так, ладно, раз ты не хочешь, надо самим ехать. Ух, блин. Пять и пять. Уезжает собака, уезжает. Так, тихо, тихо. Блин, 6.3, капец. С ними тут ещё бодаешься. Так, калибра всё, начинает, видать, резину терять. Ух, хого. Вот это да. Ух ты, отыгрались чуть-чуть. Так, надо бы от этих товарищей оторваться, а то, блин, постоянно они меня дрюкают в бока. А, два круга осталось. По три секунды надо у NSX отыгрывать. У NSX самого. Ай, блин. Тихо, тихо, тихо. Чуть повороты, блин, не перепутал сейчас. Вообще жесть. Ладно, сейчас главное вторым финишировать. Тут уже понятно, что. Ошибку он вряд ли совершит. А догнать его нереально. Так, что-то, блин. Нет, ну резина пока держится нормально. Вот здесь мы его чуть-чуть догоняем. На вот этом промежутке, на последнем. Чуть-чуть удается его догнать, но, блин, потом он опять отрывается. Да. Ну и напрямую, на вот этой длиннющей, а не быстрее. Опа, калибра. Пит-стоп. Ну, опять у нее резина не выдержала. NSX-ик бы ты бы завернул на пит-стоп. Было бы вообще шикарненько. Ой, блин, вот это да. Так, пинзойл, тихо, тихо, тихо. Не надо. Не надо мне портить гонку. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Вон он, блин, собака. Даже показался немножко. Видать, у него резина подсдохла тоже к концу гонки. Но тут бы, кстати, да, еще бы, может, пару кружков. Ну, не знаю. Там бы и у меня уже резина поплыла. Ох. Ну, ладно, хоть вторые. А, те же шесть секунд, короче. Бесполезно. Блин, еще в глаз что-то попало. Так, еще четыре очка. Было десять, да? Шесть осталось. Ё-моё. Так, а что там за трассы-то остались? Это у нас какая? Восьмая была? Две трассы осталось. Ну, там одна из них точно Токио в обратку. Последняя. Предпоследняя. Я что-то даже не помню. Главное, чтобы наша сейчас трасса была. Иначе все, кранты. Ну, что там девятое-то? Гранд Воллий. Точно, сейчас будет Гранд Воллий. Да. Блин, в обратку, да? А вот в обратку это ни хрена не наша трасса. Ой, какие у меня... Ё-моё. Вы помните, что было на Гранд Воллий в обратку? Ой, намерение. Кошмар. Так что это ни фига не наша трасса, судя по всему. Ладно, поехали. Что причитать? Блин, тут надо... Я не знаю, тут надо очень аккуратно ехать. Ой, вообще четко стартанули. Блин, лучший старт, по-моему. На моей памяти. На суприсмассу. Так. Надо сразу, короче, это... Выдвигаться куда-то... Вот сюда. Вау, калибра, молодец. Тут, кстати, абразивность у нас повышенная на Гранд Воллий. Так что... Надо про это не забывать. Тоже это было. На Мерседесе это прям сыграло свою шутку злую. Да вот ты чё так... Ё-моё, тормози что. Калибра здесь точно не выживет. Без пидстопов. Если она, блин, на городских трассах умудрялась на пидстоп заезжать, то тут... То тут ей вообще делать не хрен. С такой прожорливостью. Самый абразивный асфальт. Из всех. Опа, он уже её сожрал. Блин, хоть чуть-чуть бы посопротивлялась. Всё равно на пидстоп, блин, едешь посередине. Надо гнать, убивать резину. Стараться. Всё из неё, в смысле, выжимать. Так, только аккуратно. Чёрт возьми, Гранд Воллий надо выигрывать. Надо брать. Где есть возможность. Нет, не дамите Слипстрима. Тут вообще всё важно. Каждый миллиметр. И так-то накатывает он, собака. Ай, поздно, начал тормозить. Плохо, плохо, плохо. Калибр опустил ж тогда пензоила, блин, не это. Не можешь срать, не мучай. Жопу! Нет, она решила помучить всё-таки. Есть, прошёл. Молодец. Тихо, тихо. Только не выталкивай меня. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Вот это, да. Давай! Вытянул. Думал, блин, вылечу. Капец. Битва, блин, титанов. Эй, ты куда, парень? Не-не-не. Да что ты будешь делать, а? Так, пораньше, пораньше, пораньше. Вот, тормозиться. Да хрен тебе. Нет, всё-таки вышел вперёд, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Радует, что товарищ Пинзойл тут рядом. Эх, не прошёл. Вот сейчас мы за победу в чемпионате сражаемся. Ни больше, ни меньше. Потому что Токио, всё, я там. Сейчас здесь очень важно, смогу ли я выиграть, и сможет ли обойти его Пинзойл. Токио, это будет его трасса прям. А здесь чётко. Здесь и не в мою сторону, и не в его. Такое, на равных прям. Давай, супрочка, давай. Главное, чтобы резина не подвела. Ещё два круга полных ехать. Сейчас, по идее, Калибра должна на пидстоп. Нет? Не поедет? Да, вон она, на пидстоп. Ха, есть. Не пропустил. Здесь. Вон она, на пидстоп. Хорошо. А, чё ещё хотел это сказать? вами обсудить то тут на днях сони полезла в огород к нинтендо по сути нитендо же у нас тут зарекомендовала себя как это ностальгическая компания уже две своих приставки перевыпустила ссс бенди считай супер нитендо и сони анонсировали блин 3 декабря выйдет у нас первая сонька снова ребята 90 и возвращаются офигеть просто она там что-то почти в два раза меньше привода нет он будет выглядеть так же точно как и первая сонька но просто меньше ну и муляж привода но он не будет открываться 20 предустановленных игр но пока неизвестно каких вот и все зависит от того будет там возможность чего-нибудь туда еще устанавливать конечно если честно я все взял цена вроде заявлено 100 баксов ух прям мог бы обогнать вообще вообще резина еще держит отлично так что это если что напишите в комментариях что думаете то об этом если конечно там не будет возможности туда что-то устанавливать сторонние еще игры другие то ценность сильно тогда теряется хотя я думаю народные умельцы все равно придумают как туда прикрутить что по сути в ней стоит какое-то там железо да и там просто эмулятор установлены поэтому поэтому да очень важно чтобы туда можно было свои игры закачивать еще понятно что официально это якобы не будет поддерживаться нашу бани там лазеечку какую-то оставили вот понятно что двадцати игры то мало так передняя резина чуть-чуть поран завела но все равно я проблем особых не заметил Offву вот это да вообще агонь раз ох еще ли лучше круг на последнем круге а она в опыiao я тут так а чё у нас там очкам то слушайте сколько был это 64 так а все официальный титул да ну-ка 72 на 62 да я что-то думал между нами 4 очка блин забыл все да и как я и говорил это прям борьба была за титул точно потому что в токио хрен его знает как бы там чего обернулась ох все мы чемпионы одно очко по-любому наберем за 6 место в токио так что есть очков он не сможет отыграть максимум 9 вот это да это круто я тут немножко прошел сейчас размялся и затек весь аж прям сейчас вот эта гонка на гранд поле она тоже была очень напряженной потому что в ней многое что решалось ну и в итоге решилась вот все такой напряг прям сверх напряг в общем спал сейчас можно будет по токио ехать более расслабленно ладно погнали капец лана об итогах чемпионата поговорим после токио сейчас конечно все равно надо постараться победить напоследок тем более на территории врага ну шо в бой чеси он гляньте 223 километра мы уже проехали на счетчике у нас ой плохо стартану так в обратку да в обратку это вообще полива немножко и вот ты 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 В общем-то, без особых усилий скрещивать разные чемпионаты, разные машины вообще, которые, в принципе, в реальности мало когда могут появиться друг с другом на одной трассе. Ну, только если так, в режиме там каком-то потехе. А тут вот, можно глянуть, как бы себя те или иные аппараты ввели на фоне других. Классно. Так, ну и чё? Мы здесь опять будем сражаться только с этими раллийными агрегатами, что ли? Ничего себе, они уехали куда? Товарищи, вот это да. 7 секунд, 8 почти с первого круга, охренеть. Вот это да. Вот о чём я и говорю, что хорошо, что мы титул взяли, блин, на Гранд Волли. Да что ты, собака. Я хер знает, на этих, блин, городских автотромах кому-то без какой-то вселяется. Вообще непонятно, как машины управлять, чё как. Да, шикардос, блин. Ну, я говорю, вот здесь бы наше лучшее место было бы четвёртое, наверное, в Токио. А NSX бы тут победил. Ну, не факт, конечно, что он что-то тут выиграет, но скорее всего. Бешмарно, сколько они тут. Вот, валят просто. 12,5. Блин, вообще без шансов. Сейчас только если у кого-то там резина у Калибра опять поплывёт, тогда только можно будет её там где-то достать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Получается, в этой части Гран-Туризма, походу, самый длинный чемпионат будет. Это не какой-то эндуранс на выносливость, а вот, наверное, этот. Полифоний Digital Cup. На обычных стоковых машинах 10 трастом. По хреналиону кругов на каждой. А из чемпионатов на выносливость тут самый долгий, по-моему, это как и во второй части. Два часа этой. Два часа Рима. Тут ещё нету таких упоротых чемпионатов, где там по 9 часов надо ехать в гонки. Насколько я помню. Мы же заходили, уже смотрели, что там есть. Так, о, кто-то подсел. У Калибра, наверное. Нагоняем. Ну, третье место. Вот максимум то, что можно взять сейчас. Она может ещё сейчас и на битстоп поедет. А Пензойл там более-менее сражается. Может ещё уделает. Вообще, что? Резину сожрала за три круга? А, нет, за четыре. Совсем всё плохо. Ну, вот сейчас он, начиная с третьего круга, он уже не так, конечно, отрывается, но всё равно продолжает. Ага, вон это. Стоп, поехал. Ну, на первых двух он, конечно, прям вжарил очень круто. Что-то там он сквозь текстуры, что ли, слева вон просвечивался. Уже заметил ещё на третьем круге. Что-то там промелькивает сквозь здание. Что-то там, наверное, вжарил очень круто. Сквозь. Эх. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно, на подиуме закончим сезон, так сказать. Чемпионат. Да, еще раз убедился, что прям гонка на Гранд Волли была судьбоносной. А, да, бензол 3 секунды. Ну, короче, в одни ворота выиграл практически. Ну вот, такой вот он, значит, Гранд Туризма Олл Старс. Осталось получить нам с вами денежный приз. И машину. Четыре очка в итоге нас разделило, а в том чемпионате 3, да? Но там ситуация была иной. Там он последние гонки догонял, догонял и догонял. Ну, не он, точнее, а Супра. Так. Ну, что же? Там 150 тысяч нам отвалили за победу. Здесь сколько будет? Здесь больше. 200. Шикардос. Вообще круто. 865 тысяч рублей. Какие-то деньжищи, да? Вообще нормально. Так, ну что же. Что за машина? Ой, вон что-то есть, да, прокачанное. Две прокачанных, две нет. Точнее, две гоночных. А, не, это тоже не гоночные. Это маяц, тюнингованная просто. Ну, такое себе. Вряд ли на ней мы вытянем World Championship Grand Tourism. Да. Не лучшая, конечно, тачка. Ну, ладно. Хотя, черт его знает. Сейчас посмотрим, что у нее там за характеристики. Так, ну вот. Таким он получился у нас. Чемпионат Grand Tourism All Stars. Началось все опять практически безоблачно. 4 победы подряд. Потом на тест-курсе. Ну, тест-курс там слишком нетипичная была трасса. Четвертый. Потом опять две победы. Продолжить. Причем, неожиданно было реально, что в Риме, да, причем в обратку, смогли выиграть. Это прям был удар ему под дых. В Сиэтле все-таки четвертый. Ну, вот в городах то, что смогли минимизировать потери. В Сиэтле вот четвертый. Хотя там вообще никуда не ехал. Ну, просто. Там еле-еле, наверное, обогнали этих ролистов. На R11 смогли вторыми приехать даже. Ну, и, конечно, победа на Grand Valley. Это такая еще боевитая. Она вот и сделала нас чемпионами. Ну, и третье место опять же в городе. В городе Токио. Ну, на самом деле, в принципе, если честно, все равно, даже несмотря на вот эти все гонки последние, достаточно тяжелые, все равно считаю, что на Мерседесе победа далась гораздо большим трудом. Ну, может, не гораздо большим, но большим. Тяжелее там было победить. Здесь все-таки сама Супра позволяла ехать быстро. Тут скорее я просто, ну, как бы, в городах. Тут больше городских трасс, по-моему, во-первых, чем там. Если бы тут меньше было городских, то, я думаю, выиграли бы еще проще. Вот. А так как бы борьба, да, была, и борьба плотная была опасна. Вот. Не все было ясно практически до последнего. Вот. Но, тем не менее, по затраченным силам Мерседес у меня отнял больше. Здесь, да, под конец в час я прям усталость чувствую. Такую, что у меня руки просто опускаются. Я вообще не знаю, как этот ПД чемпионат ехать. Там, наверное, надо будет где-нибудь на середине вообще суточный, это, привал делать, суточный битстоп. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас там за скай такой. Майнс. Ого, 591 лошадь. Он выдовый, а не заднеприводный, да? Ну, черт его знает. Может быть, даже на нем и проедемся, этот World Championship. А может, что-то другое качнем. Да, время уже у нас час. И не дня. Так. Да у нас особо-то таких тачек-то больше нету. Ну, гоночных вообще нету. Во-первых, надо еще посмотреть, что там за соперники в этом чемпионате. Но это я уже сейчас не буду делать. Так, серия уже там, я не знаю, она, наверное, три часа, блин, длится. По очутениям. Фух. Ну, в общем, одолели очередной чемпионат. Хорошо, что с первого раза я прям... Это боль была бы, если бы мы еще и не выиграли. Переезжать такие здоровенные просто чемпионаты очень сложно. вот. Поэтому поздравляю нас с очередной победой. Вместе сделали это. Вот. Ну и в следующей серии скорее всего поедем в чемпионат Гран Туризмо Ол. Ой. Ол. Да, Ол Гран Туризмо. В общем, Ворл Чампионшип. Фух. Наверное, я пару дней отдохну только перед ним. Но посмотрим. Эта серия все равно сегодня уже не выйдет. Все. Всем пока-пока. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. Всем счастливо. И пока. Увидимся в следующей серии.